всем доброго дня уважаемые гости и подписчики нашего канала олег ширайте сегодня мы рассмотрим такую тему как установить так создать точку установления системы windows 11 windows 10 но для семерки принципе данный обзор тоже подойдет для чего это нужно делать ну во первых если вы пытаетесь установить какую-либо программу либо что-то потестить на своем компьютере обязательно нужно делать точку установления системы так как если у вас что-то не получится чтобы вы всегда могли откатиться на тот момент когда вы до этого установили программу чтобы вам не переустанавливать windows чтобы вам не устанавливать заново программы которые которым вы пользовались для этого проще проще всего сделать точку установления системы спокойно восстановиться чтобы дальше работать на своем компьютере обычно когда мы устанавливаем какие-либо программы когда мы удаляем вот различные программы нам пишут дают понять что нужно сделать точку установления системы после чего нужно их удалять также точку установления полезно дело для того если видите что у вас компьютер начинает немножко подтупливать тормозить и в один прекрасный момент он может у вас не запуститься вот соответственно когда вы будете устанавливать в следующий раз windows вставляется загрузочный диск загружаться с него вот там снизу будет такая кнопочка как установить систему соответственно с этого момента также можно установить систему до предыдущего состояния когда компьютер работала стабильно давайте рассмотрим как это сделать на windows 11 windows 10 в принципе идентично делается также как и на windows 11 для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши на компьютер показать дополнительные параметры так свойства вот нет здесь нас не выдает на пойдем вот этим способом этот компьютер правой кнопкой мыши показать дополнительные параметры здесь нажимаем свойства сейчас нас погрузится далее листая вниз смотрим дополнительные параметры системы давайте сюда заходим дополнительные параметры системы далее видим защиты системы вот соответственно сейчас у нас идет поиск если у нас включена установлен системы соответственно он сейчас вам покажет диски которые дадут нам сделать сделать установление системы если все нас выключено соответственно мы сейчас попробуем создать создать точку установления системы Пока что идет поиск Идет поиск И соответственно на всех дисках Как мы видим у нас все это дело отключено Давайте попробуем Включить Вы можете сделать это на диске C Я обычно делаю немножко в других дисках Потому что на диске C у нас Как мы прекрасно знаем Очень быстро заканчивается свободное место Пока на диске C Находится локальная почта У кого находятся папки загрузки С документами Соответственно У этих пользователей Будет быстро проходить дисковое пространство Соответственно проще это сделать На другом диске если он у вас есть Но если нет соответственно делать на диске C Нажимаем диск D И нажимаем настроить Соответственно здесь Так Здесь мы Делаем примерно сколько гигабайт Мы хотим искать Но у меня там в принципе места много Ну давайте 2% 17 гигабайт Мы для этого Для этого сделаем Так Нажимаем применить Нажимаем окей Соответственно здесь мы сделаем Включить защиту системы Все понятно Значит я тоже на диске D Не могу сделать Соответственно я проверю В чем я сделала Давайте сделаем на диске C Чтобы нам этот обзор Будет привести до конца Давайте сделаем здесь 5 гигабайт Пускай в принципе Этого будет достаточно Нажимаем включить защиту системы Нажимаем применить И соответственно 5 гигабайт Свободного места У вас сейчас уйдет на Восстановление На точку восстановления системы Нажимаем применить И нажимаем окей Далее мы нажимаем кнопочку создать Создание точки Давайте цифру Либо я обычно ставлю Сегодняшнюю дату 06 Вот так Точка 01 Точка 22 Чтобы узнать Когда мы делали Когда мы создавали точку Установления системы Соответственно нажимаем создать Создание точки Создание точки восстановления Ждем Сейчас у нас все с вами Создастся Так что вы попробуйте посмотреть Возможно на других дисках Вам не даст Сделать восстановление системы Если не даст Проверим Вот И я в следующем обзоре Покажу как включить Включить Диски Другие Чтобы можно было создать Точка восстановления системы Все Прошло буквально где-то Секунд 30 И у нас Точка восстановления Создана успешно Нажимаем закрыть Все Включено У нас с вами Все нормально Итак Теперь Если мы хотим Восстановиться Соответственно Здесь мы правой кнопочкой мыши Нажимаем Выполнить Здесь мы набираем Control Нажимаем Enter Далее Здесь мы Выбираем Смывали Крупные Значки Запомните Далее Нажимаем Восстановление И Соответственно Дальше Нажимаем Запуск Восстановления Системы Восстановление Текущих Системных Пайлов И параметров Нажимаем Далее Увидим Нашу Точку Восстановления Системы Которая Была создана Ручную Нажимаем Далее Соответственно Будет Восстановиться Диск С И если Нажмем Готово Соответственно У нас Сейчас Произойдет Точка Восстановления Системы Я Нажимать Не буду Потому У меня В принципе Все нормально Если С вашим Компьютером Есть Какие-то Проблемы И Есть Точка Которая У вас Точка Восстановления Которую Вы создали Соответственно Нажимайте Готово Ничего Не бойтесь Все Будет У вас Нормально Также Есть Такая Ситуация Когда У вас Компьютер Включается Но Не Загружается Ну Например Вы создали Точку Восстановления Системы Перезагрузили Компьютер Компьютер У вас Не Включается Делаем Следующим Образом Вставляем Загрузочный Диск Либо Флешку Компьютер Загружаемся Когда Мы Увидим С вами Windows Установить Снизу Слева У вас Будет Восстановление Системы И Дальше Опять Будет Тот же Файл Тот же Файл Давайте Я вам Покажу Так Далее Создание Точки Восстановления Системы Будет Написано Все То же Самое Нажимаете Готово Либо Далее И Соответственно У вас Пойдет Такая Строка Идет Восстановление Системы Как Восстановление Системы Произойдет Будет Написано Восстановление Системы завершено успешно. Перезагружаетесь в компьютер, и у вас в принципе компьютер должен, система должна встать именно на шестое число. Возможно, ваше число будет. И соответственно компьютер более-менее будет работать стабильно. И дальше посмотрите, почему же у вас произошел сбой в операционной системе. На сегодня все. Кому статья понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Желаю всем удачи, не болеть и смотреть новости и канал AlexShare.nt. Всего вам доброго, всем пока-пока.